Свадьба одной из самых ярких и запоминающихся событий в жизни человека, но иногда на нее приходит незваный гость, экс-возлюбленный или возлюбленная, недовольный родственник, тогда беды не избежать. А что делать, когда гостем, которого никто не звал, оказывается животное, забретшее на праздник просто для того, чтобы укрыться от непогоды. Молодоженам Марилии и Матеусу из бразильского города Сан-Паулу поначалу со свадебной церемонией не повезло. Пошел сильный дождь, и ее пришлось провести не на улице, как планировалось, а в церкви. Как только церемония началась, в храм забежала бездомная собака. Несчастное животное промокло до костей и искало, где бы погреться. Двери в церкви были открыты. Вот пес и нашел место, где переждать непогоду. Мало того, он решил стать непосредственным участником церемонии. Просеменив мимо удивленных гостей свадьбы, собака прилегла прямо на длинную фату невесты. Гости почти сразу прогнали возмутителя спокойствия, но животное так просто сдаваться не собиралось. Кому же охота мокнуть под дождем, когда можно спокойно полежать в теплом помещении? Собака, сделав круг вокруг церкви, вернулась в помещение. В тот момент, как святой отец зачитывал клятвы для влюбленных, пес, как ни в чем не бывало, опять плюхнулся на фату Марилии. Такая наглость в самый ответственный момент могла взбесить кого угодно, но только не эту невесту. Девушка оказалась очень большой любительницей животных. Наоборот, история с собакой ее позабавила. Если он пришел к нам, значит будет нашим гостем, сказала невеста. Поэтому Марилия попросила священника продолжить церемонию, несмотря на спящего пса. Как только молодые люди стали мужем и женой, собака поднялась и выбежала из церкви. Дождь как раз закончился, поэтому животное вернулось на улицу. Поймать ее никто не смог. В дальнейшем свадьба прошла вполне обычно, но Марилия и Матеус решили, что очень хотят найти этого пса. На следующий день они отправились искать своего нового друга. Но поиски в окрестностях церкви не дали никаких результатов. Собаки нигде не было. Затем к поискам новобрачные подключили все свое многочисленное семейство. Только через неделю розыски увенчались успехом. Кто-то из родных привел таки животное к Марилии и Матеусу. Для девушки это было лучшим подарком на свадьбу. К тому же пес оказался очень ласковым. Он быстро прижился в новой семье и стал ее полноправным членом. Субтитры создавал DimaTorzok